Библейский портал экзегет.ру представляет Слушайте, дети, наставления Отца и внимайте, чтобы научиться разуму, потому что Я преподал вам доброе учение. Не оставляйте заповеди Моей, ибо Я был сын у Отца Моего, нежно любимый и единственный у Матери Моей. И Он учил Меня и говорил Мне, да удержит сердце Твое слова Мои. Храни заповеди Мои и живи. Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай этого и не уклоняйся от слов уст Моих. Не оставляй ее, она будет охранять тебя. Люби ее, она будет оберегать тебя. Главное — мудрость. Приобретай мудрость, и всем имением Твоим приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит Тебя. Она прославит Тебя, если Ты прилепишься к ней. Возложит на голову Твой прекрасный венок, доставит Тебе великолепный венец. «Слушай, Сын Мой, и прими слова Мои, и умножится Тебя лето жизни». Так наставляет премудрый Соломон Сына Своего, так наставляет нас Господь Иисус Христос любить мудрость, потому как мы помним с вами, что Священное Писание Ветхого Завета — это детоводитель ко Христу. Священное Писание не только Ветхого Завета, но и все Священное Писание — есть Писание Бога откровенное. Поэтому всякой мудрости, которой наделен тот или иной автор, — это мудрость, нисходящая от Духа Святаго. О чем здесь говорит Соломон в 4 главе? И что для нас здесь интересно, и на что надо обратить особое внимание, то, что Соломон говорит, что он был единственный сын у своей матери. Мы знаем, что Соломон был сыном Давида и сыном Версавии. Первый ребенок у Версавии родился мертвым. И это было наказание за то, что Давид, царь Давид, взял Версавию незаконно себе в жены. И был за это наказан. Псалмофейст Давид каялся в своем грехе. И примером этого покаяния служит 50-й Псалом. «Помилуй меня Божий, повелица и милости Твоей». Мы знаем, что у Давида и у Версавии были еще сыновья. Они говорятся в других книгах Священописания, Ветхозаветов, книгах Царств, книгах Парапминон. Почему же здесь Соломон говорит, что он был единственный сын у своей матери? Нет ли здесь какой-то ошибки? Ошибки здесь нет. Это так называемая литературная гипербола. Что это такое? Это такое преувеличение, дабы нарисовать какую-либо картину. Например, мы помним, что Господь говорит своим ученикам, «Ничего не можете делать без меня». Но некоторые люди творят и зло. Неужели они творят зло вместе с Господом? Нет. Господь имеет в виду, что никакого доброго дела вы не можете сделать без меня. Но доброго дела не добавляется. Просто сказано, ничего не можете делать без меня, потому что и сама жизнь человека зависит только от Бога. Конечно, Бог не соучастник в злых делах. Но тем не менее, Он указывает на это, что ничего человек не может делать без меня. Такая возвышенная форма литературного жанра, которая называется гипербола. Мы помним с вами, что из книги Бытия, когда, в 22 главе, когда Аврааму было сказано, «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь». Мы знаем, что у Авраама был не единственный сын, был и другой сын, который был рожден от Агария, Измаил. Многие могут сказать, что, может быть, это было сказано потому, что Измаил был не родной его сын. Нет. Мы знаем благословение всех колен Израилевых, и он благословил Иаков, как родных сыновей, так и тех, как от Рахили, так и от Ли. То есть, здесь это одно из объяснений, но здесь есть объяснение и другое. То, что действительно Соломон какое-то время, он был старше, и какое-то время он был единственный сын у своей матери, у Версавии, пока не родились его младшие братья. Такое объяснение. Итак, премудрый Соломон наставляет каждого человека в главном его делании жизни. Он говорит, ищи мудрость и рассудительность. Действительно, Священное Писание, вот свидетель Анзатауст, например, по этому поводу тексты Священного Писания пишет, цитата, «Только безумному свойственно не допускать премудрости Божией и не знать, что Бог всем управляет справедливо, устраивает правильно, совершает с пользою, хотя бы мы временно и не знали причин происходящего». Конец цитаты. Действительно, Священный Анзатауст говорит, что главное, как говорит премудрый Соломон, это мудрость, и, как и дальше говорит в 7 стихе, «Приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум». Священный Анзатауст так и пишет, только безумный не принимает премудрости Божией. Иногда люди не понимают, когда происходят те или иные события в их жизни, то, что называется промыслом Божиим. Священный Анзатауст так и подчеркивает. Хотя бы мы временно и не знали причин происходящего. Но надо помнить, что Бог все делает и устраивает в жизни человека мудро, если человек доверяет Ему. Что значит доверять Богу, поступать по Его святым заповедям? Это не только доверять, но и любить. Потому как сказано, и Христос говорит, «Если любите Меня, исполните заповеди Мои». То есть единственный признак любви к Богу — исполнение Его святых заповедей. Даже если что-то мы не понимаем в нашей жизни. Но мы же молимся, но не все. Я знаю, что у некоторых есть такое правило, когда человек всю жизнь в утренней молитве доверяет Богу. И вот есть еще такая молитва оптинских старцев. «Все, что бы ни происходило со мной, дай мне принять, Господи, все, что со мной не произойдет в течение дня, дай мне принять со спокойным душой и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя». Если человек свою жизнь вручает в руки Богу, это человек мудрый. А именно на это наставляет премудрый Соломон. Здесь также есть ответ тем людям, которые говорят, что религия — это дело какое-то темное. Религия — все там нужно принимать на веру. Религия — это православие, это какая-то религия таких людей, которые говорят, «Ну вот, верь и ничего не проверяй». Это не совсем так. Как раз наоборот, в Священном Писании, Премудрый Соломон и Отцы Церкви призывают нас к тому, чтобы знание о вере и исполнение заповеди не только знать, но и проверять опытно. В этом смысле мы обращаемся к Отцам Церкви за истолкованием тех или иных текстов, той или иной заповеди, потому как они не просто ее осмысляли, но проверяли опытом жизни. Поэтому мы говорим, что для нас важно мнение консенсум патрум отцов и учителей Церкви. Итак, рассудительность и разум. Мы помним, что Авраам поступал рассудительно. Помните, когда был спор между пастухами Лота и пастухами Авраама. Но Лот поступил не совсем рассудительно. Помните книгу Бытие? Он выбрал себе лучшие места, даже не сказав, хотя Авраам был его, в общем-то, дядей, но еще и патриархом, и не сказал, как благословить. И от этого потерпел корольбокрушение в вере. Помним, что несмотря, что Лот называется праведным, действительно, в Содоме и Гаморе, среди этих людей развращенных, он был самый праведный. Но проповедь его не увенчалась успехом. Из Содома и Гаморра он вышел один. Нет, впрочем, не один. С ним пошла его жена, которая обернулась и превратилась в сырной столб, и две дочери. Мы помним итог, как дочери вышли и поступили неразумно. Что произошло с их разумом? Под влиянием этого Содома и Гаморы произошел грех кровосмешения. Об этом описывается в книге Бытия. Мы напоили отца своего и сказали, больше нет людей, кроме нас. Поступили неразумно. Иосиф, который был продан своими братьями, он не роптал. Он принимал все, как из рук Божих, как и говорит святитель Иоанн Златоуст. Но мучения, длящиеся на протяжении, так и пишет. Помните, хотя бы мы временно и не знали причин происходящего. Иосиф не знал причин происходящего временно, но он надеялся, что Бог знает все. Потому как свою жизнь вручал мудрости Божией Господу и Спасителю. Блудный сын поступил неразумно, но потом одумался и говорит, пойду к отцу моему, когда промотал все свое имение. А тот, и поступил уже разумно, одумался. А тот сын, который жил всегда с отцом, поступил неразумно. Потому что упрекнул Бога, потому что там прообраз отца, это образ Бога. И сказал, я сколько всегда с тобой, но ты даже козленка мне не дал, чтобы повеселиться с друзьями моими. А этот сын твой, он не сказал, брат мой. Промотал все, пришел. Вот его слова неразумны. И он, который был послан к тому, чтобы в другую страну языческую, Богом, чтобы призвать эту страну к покаянию, сел на другой корабль. Он подумал так, ну если Бог знает все, если кого нужно, того Бог и сам приведет. Кстати, у нас есть такие рассуждения сегодня в нашей среде православной. Зачем миссионерское служение? Кого нужно, Бог сам приведет. Но Бог не сказал, сидите и ждите. Когда люди придут к вам. А сказал, идите и научите. Все народы, крестя их во имя Отца и Сына, Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И он рассудил, как неразумный. Он поехал вообще в другую сторону. Но Бог его вразумил. Он пришел к тому народу. Объявил им волю Божию. Народ тот покаялся. И народ этот, языческий, Бог его не уничтожил. Поступил мудро. Но Иона поступил не совсем мудро. Он опечалился, что Бог его высмеял, потому что он сказал, что весь народ будет уничтожен, но Бог его помиловал. И тогда Бог преподал ему свою мудрость. Он сидел, когда был зной, жаркий день, под тыквою. Лист ему давал эту тень. И он опечаленный там, что Бог помиловал этот город. И он оказался якобы осмеянным. Здесь было задето его тщеславие. И вдруг червяк взял и подточил, как сказано, то есть подгрыз корень этого лопуха, и он завял. И он опечалился, ему стало жалко лопух. Тогда Господь к нему обратился и сказал, тебе жалко его, неужели ты думаешь? Жалко это растение, мне не жалко народа. То есть в Священном Писании у Отцов Церкви, в истории Церкви, можем находить очень много примеров умных и нерассудительных, и безумных. В этом смысле здесь, в притчах, премудрый Соломон так и наставляет. Он говорит, главная мудрость, приобретай разум. Она прославит тебя, если ты прилепишься к ней. Все имением твоим приобретай разум. Святитель Фоти Великий пишет так, цитата. Спаситель нашего рода, намереваясь всецело освободить человека от заблуждения, обещал нам, послушным ему, пренебесные и божественные блага. А непослушным показал, что их ожидают невременные и убивающие со временем скорби, но мучения, длящиеся на протяжении беспредельной вечности. Конец цитаты. То есть человеку, который отвергает мудрость, отвергает, по сути, самого Бога. Потому что всякая мудрость исходит от Бога, а всякая глупость, как пустота, исходит от дьявола. Избери, говорит, мудрость. Так и пишет. Главная мудрость, приобретай ее. И мы читаем далее. Десятый стих. Слушай, сын мой, и прими слова мои, и умножится тебе лето жизни. Как мы с вами прочитали. Вот одиннадцатый стих. Я указываю тебе путь мудрости. Путь. Путь мудрости — это Господь Иисус Христос. Он сам о себе говорит, я есть им путь истинной жизни. Люди спрашивают сегодня, Господи, куда нам идти? Апостол Петр как бы отвечает, куда нам идти, Господи, ибо у тебя глаголы вечной жизни. Когда Христос обратился к апостолу Петру после слов о святом причастии, сказал, не хотите ли вы отойти от меня, так как там многие люди отошли от Господа и не захотели уразуметь тайны и премудрости Божьей о соединении с Богом во святых дарах Евхаристии. И тогда он говорит, апостол Петр, не хотите ли, обращается Христос к апостолам и апостолу Петру, не хотите ли вы отойти от меня. И апостол Петр говорит, куда нам, Господи, идти, у тебя глаголы вечной жизни. Он — путь. Истина. Люди говорят, где правда, где истина. Все врут. Все только ищут свои выгоды. Никто не ищет Бога. Все развратились, как говорится у пророка. И совратились с пути Божией. Христос говорит, я есть им путь, я есть им жизнь и я есть истина. Путь, истина и жизнь. Когда пойдешь, не будет стеснен твой ход. И когда побежишь, не споткнешься. Действительно, кто ходит с заповедями Божьими, тот не спотыкается, потому что они как светильник ноге для человека, любящего Бога. Крепко держись наставления. Не оставляй, храни его, потому что она жизнь твоя. Потому что оно наставление жизнь твоя. Не вступай на стезю нечестивых и не ходи по путям злых. Оставь его. Не ходи по нему. Уклонись от него. И пройди мимо его. Смотрите, как премудрый Соломон наставляет. Не ходи. Уклонись. Отойди. Пройди мимо. То есть предприми все условия для того, чтобы не идти путем противоположным заповеди Христовой. Поэтому так и сказано в Священном Писании. Царствие Небесное усилием берется. И тот, кто прилагает усилие, тот приобретает его. Становится гражданином Царствия Божия. Что значит прилагать усилие? Прилагать усилие, направлять свою волю по правде Христовой. На путь Христов. Не хочется тебе что-то делать ради ближнего твоего. Вспомни заповедь Божию. Когда Христос говорит, если вы говорите, что любите Бога, а ближнего своего не любите, как можете говорить, что любите Бога, которого не видите, и ненавидите брата, которого видите? Все, что сделали, говорит ближнему моему, то сделали и мне. Необходимо постоянно насыщать ум свой божественным откровением и заповедью Христовой. И все, что бы мы ни делали, обращать внимание на то, а что говорит об этом Слово Божие? А что говорят об этом Отцы Церкви? А какая ситуация была тогда? Похожа она на мою. И поступить так? Может быть, как и говорил свидетель Анзатаул здесь. Хотя бы мы временно и не знали причин происходящего. Но поступить так, как советуют мудрость и разум, и заповедь Божия, которая есть полнота всей мудрости. Потому что они, 16 стих, потому что они не заснут, если не сделают зла. Пропадает сон у них, если они не доведут кого-либо до падения. Это люди злые, которые замышляют зло. Безумен человек, который зачал в сердце своем зло. Как говорит уже псалмопевец Давид, родил себе зло. Вот безумец зачал злобу и родил себе зло. Зачал беззаконие и родил себе зло. Действительно, есть такие люди, они только и думают о коварстве, как отомстить, как превозвыситься, говорит, не ходи пути их гибельные. Ибо они едят хлеб беззаконие, пьют вино хищения, стезя праведных, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Действительно, Идарин оставляет. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего. Потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие для всего тела его. Пожалуйста. И жизнь, и здоровье. Сегодня люди куда только не обращаются. Какие журналы только не выписывают. Какие телеканалы только не просматривают, чтобы приобрести здоровье. Это здоровый образ жизни. Некоторые даже бросаются в эти крайности, к всяким там, упаси, господи, экстрасенсам и прочим. И прочим для того, чтобы обрести здоровье. Но премудрый Соломон дает совет, где обретается здоровье и долгота жизни. В мудрости, которую необходимо хранить в сердце своем. Заповедь Божия. Так и говорит в 23 стихе. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Что это означает? Господь Иисус Христос говорит своим ученикам, что не то, что входит в человека, оскверняет человека, а то, что выходит из сердца человека, злые помыслы, любодеяния, прелюбодеяния, злоречия, гнев, они оскверняют человека. Почему так? Почему так? Потому что если это выходит из сердца человека, значит, человек тому же это накопил. Он не накопил в своем сердце мудрости, а накопил злобы. И вот это прорвалось, как гнойный нарыв. Злоречия, сквернословия и прочие грехи, гнев, прелюбодеяния, блуд. Храни, говорит, сердце свое. Что по этому поводу. О хранении сердца. Да, да, можно найти у отцов церкви. Храни, говорит, пуще всего сердце твое. О Афанасий Александрийский и Амросий Медиаланский. Так пишет. Цитата. «При таком образе жизни будем постоянно трезвиться, и, как написано, больше всего хранимого хранить сердце. Ибо имею у себя страшных и коварных врагов, лукавых демонов, и с ними у нас брань, как сказал апостол, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы, века сего против духов злобы поднебесных». Вот она где брань. Помните, Федор Михайлович Достоевский, ареной борьбы между добром и злом является человеческое сердце. Его надо хранить. Амросий Медиаланский пишет так, святитель, цитата. «Доброе владение ум благой и драгоценность стяжания человек чистый. Огради же это владение, окружи его размышлениями, укрепи терпением, попечениями, дабы не напали на него и не забрали в плен неразумные телесные страсти, чтобы не вторглись опасные влечения, дабы не расхитили виноград, проходящий путем охраняй твоего внутреннего человека». Конец статы. Вот как важно. Помните эти «разбей младенца камень», охраняя внутреннего человека, чтобы ничто не вошло. А как в человека попадает все это? Дальше премудрый Соломон говорит так. «Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево, удали ногу твою от зла». Глаза. Око. Что такое око? Зеркало души. Что такое око? Как говорит, храни око твое, и все тело твое будет чисто. Глаза. Куда мы смотрим? И налево, и направо. И через глаз попадают в нашу душу, в наш ум и в наше сердце все образы. И некоторые из них образы для нашего вожделения. Поэтому Христос говорит, кто смотрит на женщину с вожделением, тот уже прелюбодействовал к ней, с ней в сердце своем. Точно так же, если женщина смотрит на мужчину с вожделением, тоже уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, с ним. Поэтому надо хранить чистоту своего зрения. Не разбрасывать его. В этом смысле у нас в храмах для молитвы и есть святые иконы, где человек может сосредоточить свой внутренний мир на образе. Поэтому и те люди, которые понимают разницу между настоящей иконографией и страстными всякими картинками романтического периода Ренессанса, они понимают разницу между иконой, которая собирает внутренний мир человека, внутренний дух внутри человека, дух правой, дух мудрости, и тот, который расхолаживает образ, где все страсти наружу и все чувства. Так и говорит. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут прямо пред тобою. Будем, братья и сестры, хранить своего внутреннего человека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова